Снимается маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первом данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У него тонкая копия вышла, она какая-то тяжелая очень. И он как внутри в ней, что ли, как голограмма сверху полностью его. Как я и говорил, полностью весь в копии. Понятно, хорошо. Ничего не осталось в других копиях? Есть еще другие копии? Нет. Хорошо. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком и чистых энергии Абсолюта. Берем Дмитрия в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Дмитрия поднимайся в комнате диагностики. По шепоте. Он мне напоминает тяжелый шкаф, с которого торчат руки и лицо. Сейчас узнаем, кто это сделал. Мы на месте. Хорошо. Итак, мы приветствуем Дмитрия. Он меня слышит или вряд ли? Он пока не понял, что происходит. Мы приветствуем Дмитрия. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе. Наперед сеанс. Убери с него этот шкаф. Хорошо. Скэнер, даю тебе команду. Отключай этот шкаф полностью. Все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы с ним связаны. Выводи этот шкаф и отправляй в клетку тюрьму вместе с чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Пошел процесс. Это, знаешь, даже как башня. И вот где лицо у него, там такое, как круглое что-то, как часы или окошко. А все, ну, клетки. Хорошо. Обращаясь к Дмитрию, повторно. Дмитрий, мы приветствуем вас. Мы интересуемся, готовы ли вы к диагностике и чистке, доверите ли вы нам свои тонкие тела на период сеанса. Он говорит, наконец-то, да, доверю. Хорошо. Я даю команду. На счет три. Скэнер сканирует пространство над головой Дмитрия, под ногами. 360 градусов вокруг него. Сканирует все семь тонких тел Дмитрия, находит все. Выстраиваю от этого шкафа канал к ответственным и притягиваю в клетку тюрьмы. Стоят в клетке тюрьмы. Здесь двое ящер и гуманоид. Отлично. Этот шкаф, он наполнен его Дмитрия частицами полностью. Это голограмма. Сейчас ее четко видно. Хорошо. Ждем окончания сканирования. У него этот арахноид, ящер гуманоид. Дальше сукоп и демон. Демон сидит нога на ногу в клетке. Понятно. А что ты, демон, так себя фривольно здесь чувствуешь? Есть какие-то основания для такой уверенности? Я наблюдаю. Наблюдаешь? Ну хорошо. Ты находишься пока в его биопуле, поэтому я сейчас наблюдаю. А ты сидишь в клетке. Считай герцовку у демона над головой. 16. 16 герц. У кого есть контракт с Дмитрием? Из вас. Надо ответственность. Клеткой загорается, маячок. Гуманоида есть. Гуманоида есть. Отлично. Откуда у нас гуманоид? Откуда ты? Сириус. И кто ты? Он говорит, что у меня офис на Нибиру. Офис у тебя есть. Так даже. Интересно. Я работаю в двух объектах. Да. Понимаю. Оставляю биороботов в земле. Биороботов. Хорошо. В готовом виде. И сколько ты уже украл у него? Сколько ты тонких копий уже сделал? Биоматериал? У него вторая. Понятно. Заканчивается процесс, уже полностью наполнено. А с чем связано такое воздействие внезапное? У тебя есть какие-то основания? У тебя есть... Контракт. Что в этом контракте прописано? Объясни. Я его сейчас вытащу и аннулирую. Но я хочу от тебя услышать. Что там находится? Что ты предложил и что ты дал? И что ты забираешь? Я предложил материальные блага в обмен на безделушку. Безделицу. И что это за безделица такая безделушка? Немножко крови, немножко мяса. Биоматериал? Паре. Мясо. Понятно. Хорошо. Сколько ты находишься в этом биополе, гуманоид? Тринадцать лет. Ты с ящером в паре работал? Нет. Я работал один, но копия предназначена для ящера. И поэтому он находится здесь. Так? Значит, он заказчик. Копия почти закончена. Он не заказчик, он покупатель. Понятно. Ты даже покупателя привел. Хорошо считай цифру ящера над головой, Вера. 342. Сколько ты здесь находишься, ящер? Он не понимает. Он не находится в нем вообще. Если бы ты не находился. Он притянулся. Ты бы не притянулся. Смотрел эту копию. Смотрел, как она наполняется, как она растет. И ему это нравилось. Значит, если он зашел, значит, находился. Если бы ты не находился, ты бы не стоял в клетке тюрьмы. Если бы ты не был связан с этой голограммой и шкафом, ты бы не был там. Это моя голограмма. Еще и твоя голограмма. Понятно. А у тебя какие основания были вообще здесь находиться? Этот там выдумал себе контракт. Представь наверняка святым или светом. Я покупаю эту голограмму. А вам вообще доступен анализ? То есть, что это рискованное дело. И что это можно очень серьезно пострадать, так как вы игнорируете и нарушили очень много законов. Это стоит того. Серьезно. Ну хорошо. Тогда я вам покажу вторую альтернативу. Я ничем не рискую. Так, конечно, ты рискуешь. В моих руках появляется... Я покупатель. В моих руках появляется шар живой плазмы. Итак, гуманоид с ящером. Вот, что я намерен вам каждому сегодня отдать после окончания этого сеанса. Я с удовольствием поделю это на два шара. И каждый из вас вместо души человека купит шар у меня. У нас контракт. Я его расторгну. Потому что он лживый контракт. Итак, кем ты перед ним предстал? Гуманоидом или высшими светлыми силами? Ну, у него меняется от Девы Марии на какого-то святого. А, вот. Я же говорю. Ученики какие-то. Конечно, да. Вот так вот. Вот такая вот ситуация печальная. Не будем терять времени. Шар входит в меня. Переходим сейчас к реверсу энергии. Сейчас я отдам вам все темные энергии, заберу все светлые энергии. И перейти до того, как мы начнем, мы просканируем полноту души Дмитрия. На счет три. Скэнер, просканируй. Полноту души Дмитрия. 73. 73%. 27% украли. Хорошо. Я даю команду тонкой копии спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой аббрационной энергии в его биополе. Каналы выстроились. Одновременно выстраиваю к этому шкафу канал напрямую от Дмитрия и Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Дмитрию. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в сто раз. До последней частички. Все назад. Ящер, сколько ты находился в этом биополе конкретно? Он не находился, он к голограмме привязан. Привязан к голограмме. Покупатель, так как он уже заплатил что-то. Хорошо, арахноид. Энергию выложил. Понятно. Сколько арахноид находится в этом биополе? Два года. Суккуб, сколько ты находишься? Три года. На что зашел? Музыку пообсуждать, книги, литературу, театр, искусство. Литература мне нравится. Ну да, в принципе, хорошо. И искусство определенное. Это я понимаю, уже не надо расшифровывать. Я уже понял, какое искусство. Хорошо. И 16-ти герцовый демон. И догадлив. И 16-ти герцовый демон. 16-ти герцовый демон просто так не заходит. Демон. Давай разговаривать откровенно. В чем дело? Объясни мне. Я здесь по праву. Хорошо мы с ним договорились. У тебя есть контракт? Я спрашиваю. Будем друг другу помогать. Копытами бить. Да ты что? Он что, с тобой заключил контракт, что он с тобой уходит? Не заключил еще, но к этому идет. Ну хорошо, давай тогда расскажи мне эту всю печальную историю. Сколько ты находишься, во-первых, в этом биополе? Когда эта вся история началась? Три года нахожусь. Три года. Что там было? Был призыв к демону, к низшим силам. Пустота была, пустота внутри. Ну хорошо, это чистота просто. Ты зашел на чистоту, на тоску внутри? На пустоту. Ну и где здесь контракт? Я не вижу. Ты пришел без приглашения. Контракт это когда взаимовыгодные какие-то договоры. Договариваемся мы с ним, договариваемся. Очень часто. Пример приведи. Разговариваем. Ну разговариваешь хорошо, ты с ним общаешься. Это понятно, он тебя слышит. И пресняк у него. Откуда он берется? От этого шкафа или он был до него? Бессмыслие жизни у него. Как неприкаянный ходит. А тут я тут как тут предложил ему. Смысл? Выход. Хорошо. А что тут же интересно ты взамен попросил? И веду к нему. И ведешь к нему? На выход и идем. А, вот как. Понятно. То есть там рано или поздно дойдет до мысли о самоубийстве. Я полагаю, да? Подвожу потихоньку. Понятно. Ладно, хорошо, Дима. Это все, конечно. Отрывает двери. В твоих глазах это все. Понятно. Хорошо. Слушай, у него вот к этой голограмме возвращаются как червяки такие. Короткие, белые. Много-много. Какой голограмме, Вера? У нас одна только в шкаф. В шкафах. А, понятно. А что это за червяки? Это же получается тогда гуманоида и ящера дело? Даже ящер больше? Они его наполнили вместо его... Вместо его частицы души и его биоматериала, его мясо. Они наполнили... Добавили, дополнили свой как биоматериал червяков. Они немного схожи с ДНК человеческого мяса, как они говорят. Вот как они схожи с ДНК человеческого мяса. И как же он себя чувствовал после такого? Интересно. Они задавали себе какой-то когда-нибудь вопрос? Безжизненным чувствовал. Ждем окончания. Но червяки шевелились. Ждем окончания реверса. Он закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Дмитрий забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что не уходилось на чистоте Дмитрия. Все возвращается назад мощным потоком. До ста процентов. Пошел процесс. Это мясо, что они говорят. Костные клетки. Они встают. Спина, позвоночник. В голову идут. Глаза наполняют голову полностью. Не знаю, гуманоид. Но похоже, все ближе и ближе мы подходим к этому шару, который я тебе сегодня показал. Если Дмитрий изъявит желание, он хозяин своего биополя, я тебе этот шар передам. После аннулирования всех контрактов, конечно. У него даже нервные какие-то клетки возвращаются. Клетки длинные, такие нервные, сосуды такие длинненькие. Обращаюсь к ящеру. Ящер, с таким воздействием сколько бы человек протянул на земле? Он говорит, что они очень аккуратно все делали. Я вижу, как аккуратно. И медленно. Если бы вы делали аккуратно, он бы здесь не оказался. Так как он здесь оказался, сегодня мы поставим точку и на этой печальной истории. Печальная для вас. Говорит, но он же живой. Так и ты будешь живым, но ты не сможешь двигаться. Хочешь этой ситуации? Хочешь, чтобы я тебе сейчас сделал больно, и ты не сможешь двигаться, но ты будешь живым? Он не чувствовал боли, потому что постепенно вводили в него. Ну ладно, хорошо, я уже понял. В стену, а в стену горохом. Ждем окончания реверса, забираем все, что возвращается еще, Вера. Посмотри, есть что-то? Ну много, и частицы души, я говорю, биоматериалы, ДНК даже возвращаются. Таким цветом красивым. Готово. Начинаем с арахной. Да, арахной, выходи. Снимай всю свою паутину, вытаскивай все иголки, все, что ты оставил в его биополе. Возвращайся назад, докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить скейнером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит, специально или не специально, он просто сгорит в этой клетке. Я вас предупредил. Арахной, это мохнатый, из-за шеи он достает иголки мохнатые. О, это было больно. Что там было? Головные боли? Это было шум. Вот откуда шум шел, да? Арахной, твоя работа? В висках у него тоже самое. Лоб. Готов. Антенны. Антенны делал. Хорошо. Суккуб, твоя очередь. Выходи. Снимай все, что ты оставил. Все ленточки, все ошейники, что у тебя там установлено. И возвращайся назад. Он снял все. Хорошо. Демон. Выходи. Отключайся полностью, ничего не забывай. На месте доложи мне, что ты все снял. Тебя интересуют лярвы в его биополе? Есть таковые? Лярва на спине у него. Лярва на груди. Не в выговоренности. Понятно. Теперь все держит. Не с кем поговорить об этом. Накопилось. Понятно. Тебя интересуют эти лярвы? Интересуют. Хорошо. Сними сначала все, что ты оставил. Потом я дам тебе отдельную команду. Все снял. Разрешай тебе забрать лярвы. Снимай лярвы. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Говорит, идите к папочке, детки. Вкусные лярвочки. Готов. У них трогательное отношение к лярвам. Хорошо. Итак. Гуманоид, что ты осталась на твоей чистоте в биополе, Дмитрий? Нет. Ящер, что-нибудь осталось на твоей чистоте? Нет. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Дмитрия с ящером, его шкафом, гуманоидом, арахноидом, суккубом и демоном. Значит, 3, 1, 2, 3, пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Хорошо. Все все убрали. Переходим сразу. Дальше мы не продвинемся, пока мы не расторгнем, не аннулируем контракт. Спрашивает Дмитрия. Дмитрий, вы осознали то, что вы заключили контракты с сущностями? Говорит, я вообще не понял, что это было. Какой-то сумбур, сон какой-то дурацкий. Хорошо. Вы готовы аннулировать эти контракты? Да, я все понял, я всех вижу, готов. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Дмитрий должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Да, он готов. Я говорю в слухе, вот тонкая копия повторяет за мной. Я. Дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У него есть гуманоидом контракт и там договор на часть тебя. У него не хватает ноги. У кого? Дмитрия. На часть себя. А как он собирался эту ногу, что ли? Украсть? Отрезать или как? Заимка забирал оттуда полностью мясо, кость. Все понятно, хорошо. Ну, гуманоид. Рискованно ты живешь, рискованно. Оправдает это все себя или нет? Посмотрим в конце сеанса. Пусть тонкая копия Дмитрия повторяет за мной. Пошел возврат энергии, если такова есть. А она есть. У него нога наращивается. Душа возвращает цвет души. Я думаю, может у гуманоида тоже ногу забрать? Он так не договаривался. Ну так, Дмитрий с тобой так договорится. Без твоего ведома. Как ты это сделал? Готова. Открываю портал в галактическое ядро. Все аннулированные контракты вместе с фантомами этих контрактов уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Аннулировано. Хорошо, Демон, ты понял. Никаких контрактов там нет и ничем не пахнет. Поэтому я тебе могу еще вариант предложить. Я не должен этого делать, но могу сделать. Тебя интересует эмоциональный фантом? Он говорит, а ты серьезный чувак. Интересует. Выходит эмоциональный фантом Дмитрия. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкоэбрационную эмоциональную энергию. Им же сгенерированная проецируется на его эмоциональном фантоме. Вышел фантом. Хорошо. Дмитрий, это все энергии, которые вы сами произвели. Вы готовы с ними расстаться? Тяжелая энергия. Готов. Расворачивайте энергии в шар. Забираешь демон? Демон медитирует на них. Он глаза закрыл и руками к себе их подтягивает. Вижу. Пальцем. Руки или что у него. Да, к себе переберем. Вижу. Хорошо. Тогда да или нет? Да, он ждет. Хорошо, отправляет эту фантомию. Эппрессию ждет. Этот шар отправляет. Одиночество, разочарование. Эти частоты сыграли. Так вкусно. Все понятно. Хорошо, Дмитрий, делайте выводы. Все забрал? Готово. Хорошо, готов уходить? Еще один вопрос перед тем, как я отпущу. Кто еще присутствует в том месте, где живет Дмитрий сейчас? Из вас. Арахнает. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. И демон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя и ставя огненную пентаграмму. Готово. Суккуб. Ты готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. 1, 2, 3. Суккуб забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо. Арахнает. У меня нет сегодня заказа на чистку квартиры, но если он поступит, через 10 минут я буду в этой квартире. Если я тебя там найду или твою паутину, я тебя притяну по ней. И потом ты уже никуда не уйдешь. Я тебе рекомендую, пока все открыто, собрать все и уйти. Тебе это понятно? Ему все понятно, да. Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Выстраивает Дмитрия прямой канал к его частицам души, его биоматериалу, ко всем его частицам, которые находятся на его частоте. На счет 3, 1, 2, 3. Каналы выстроились и реверсом забираем все частицы души, частицы ДНК, весь биоматериал, все родные энергии, все мощным потоком пошло назад. Да, будет так, а так и есть. Ставим монитор, посмотри, где там что. Ну, я вижу копию, но не идет частица, он намерение должен сформулировать. Понял. Дмитрий, вы хотите вернуть свою душу? Конечно. Сформулируйте это намерение. И когда я дам команду, вы должны это желать. Как ему это делать? Он имеет в виду, как проговорить, что нужно. Я буду говорить, а вы повторяйте за мной. Он готов. Хорошо. Выстраиваю канал сейчас от Дмитрия. Дмитрий выстраивает канал своим частицам и реверсом Дмитрий забирает. Все, что находится на его частоте, мощным потоком пошло Дмитрию назад. По изъявлению моей души, силой моего намерения, я возвращаю все свои частицы назад. Да, будет так, а так и есть. Его поток такой идет, он полностью наполняется. Биоматериалы возвращаются. А копия-то опустошается, в которой все это идет. Готово. Скэнер, просканируй. Полноту души Дмитрия. У него 100%. Отлично. Но его надо сгармонизировать именно на биоматериал. У него кишит все в нем. Хорошо. Все эти энергии. Живыми энергии. Даю команду. На 4 синхронизируется. Все энергии гармонизируются и распределяются. Наилучшим образом для Дмитрия. 1, 2, 3. Пошла синхронизация. Он успокоился. Ну что, гуманоид Сириуса. Как ты думаешь, какое будет дальнейшее развитие событий? Только не убивай. А тебе есть что предложить? С каким душем ты подключен? Есть у меня другие. Значит, тебе будет что предложить. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушайте. Ли, посмотри, пожалуйста. Интересный экземпляр гуманоид Сириуса. 13 лет сидел. Заказчик. Ящер 342. Тоже споймался. Покупатель. Покупатель. Абсолютно верно. Да. Покупатель находился здесь. Мы вернули 27% души и даже ногу. Он заключил гуманоид обманом. С ним контракт. На его ногу. Что только не увидишь. Обе их забираем. Остальное уничтожить. Хорошо. Под этим шкафом открываю воронку в галактическое ядро. Шкаф уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю печаты. Расторяю. Хорошо. Гуманоид с кабинетом на Нибиру. Нескоро ты придешь туда. Офис. Офис. Ну офис-то. Он говорит, я поторгуюсь. У меня есть что предложить. Это уже с коллегами общайся. Они тебе все объяснят. Забрали их. Отлично. Все. Фух. Захотелось проветрить квартиру. Поехали дальше. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется. Распределяется. Усваивается наилучшим образом. Один. Два. Три. Дай ему время немножко. Вес в энергиях. Они сейчас. Распределяются. Я вижу. Распределяются. Мне кажется у нас комната. Куратор его. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первом данном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК. Кто у нас? Девушка. Хорошо. Приветствуем вас. Вы куратор. Дмитрия. У меня такие эмоции тут. Я догадываюсь. Куратор Элла. Приветствуем вас, уважаемая Элла. Меня зовут Влад. Это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашего подопечного Дмитрия. Брали все, что ему мешало. Он действительно там сильно вошел туда, куда не надо. И вот он стоит. Чисто. Я полагаю, вы пришли поприветствовать его. Поблагодарить вас, поприветствовать его и посмотреть процесс. Замечательно. Благодарю. Во благо, уважаемая Элла. Душа радуется, что он дошел. Вы достучались. Я это могу подтвердить. Он здесь. Можно и так сказать, да. Дмитрия будет возможность, если он захочет со временем познакомиться со своим куратором и задать ему вопросы. Мы предложим ему эту возможность. Уважаемая Элла, у нас тоже такая есть. Пусть придет в себя. Пусть сначала в себя придет. Безусловно. Но у него закончилась гармонизация. Он рад. Из него излучение идет. Вот наполнен он. Спокоен. Радость. Хорошо, Дмитрий. Как вы себя чувствуете, Дмитрий? У него нет слов описать. Это он показывает на себя. Он весь излучится. Излучает во все стороны энергии. Отлично. Уважаемая Элла, я думаю, для вас это большой подарок. Но это еще не все подарки. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит в эту комнату диагностики, мы всегда делаем один определенный подарок. И в твоих руках, Верочка, появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение куратора Эллы передать ей этот скромный подарок в знак благодарности за ее визит и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Ах, как неожиданно и приятно. Замечательно. Мы очень рады, что вам понравилось. И я сдержу эмоции, чтобы не разжечь энергии. Благодарю вас за чистку и подарок. Во благо, уважаемая Элла. Я говорю, до скорых встреч. До скорых встреч. Еще встретимся. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Видите, Дмитрий, даже куратор пришел к вам сегодня поздравить вас с освобождением. Зовут ее Элла. Хорошо. Захотите познакомиться, обращайтесь к нашему администратору. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа для того, чтобы все эти энергии сейчас перешли на физический план. И вы это прочувствовали на физическом уровне. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Дмитрия в его систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Так аккуратно входит, окутывает биоробот, насыщает его. Вот эти энергии, они садятся в биоробот, наполняя его постепенно. Готово. Отлично. Отключаемся от объекта и поднимаемся в комнате диагностики. Пошел, поди. Субтитры создавал DimaTorzok